14 новеньких УАЗиков отправились в детские дома из социально-реабилитационной центра для несовершеннолетних области. В регионе продолжается программа обновления автобазы социальных учреждений. Вслед за автомобилями для перевозки старшего поколения, закупленными по нацпроекту «Демография», подарки получают дети. До получения этих машин ситуация обстояла сложно, тяжело. Машины были старые и очень многие из них не приспособлены к перевозке наших детей, то есть наших воспитанников. Они не были оборудованы всем необходимым для безопасной перевозки детей. Каждое учреждение области получил по одной новой машине. Для большинства это насущная необходимость. Срок эксплуатации прежних машин подходил к концу, а перевозить детей нужно. Притом не только на экскурсии и выездные мероприятия. Машины – это правда средство коммуникации, это возможность видеть окружающий мир, возможность выбора. У нас достаточное количество детей, например, обучается в Самаре. Кроме того, машины позволяют комфортно доставлять школьников до места обучения или до лечебного учреждения. Автомобили оборудованы по последнему слову техники. Есть кнопка экстренного вызова, тахографы, установлена система «Эроглонас». В салоне автомобиля 12 мест. Ваше учреждение получает новые автомобили для того, чтобы наши с вами детишки и взрослые могли более доступно, более часто, безопасно получать и медицинскую помощь, и профилактическую, и посещать различные мероприятия, которым богата Ульяновская область. Вручение автомобилей прошло на площадке губернаторского лицея номер 101, который уже через несколько месяцев начнет свою работу. С получением новой техники директоров детских домов поздравил губернатор Сергей Морозов. Успех. Спасибо. Спасибо вам огромное. Чтобы вам там было тепло и уютно. Спасибо. Спасибо нашим детям. Спасибо. Удачи вам. Всего самого доброго. В следующем году работа по обновлению транспорта будет продолжена. Егор Титов, Александр Кудряшов. Новости Уллправда ТВ. Новости Уллправда ТВ.